Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефона во время избирательной кампании. Команда президента ШАД до сих пор опасается прослушки и подозревает, что сотрудники, оставшиеся в министерствах и ведомствах от Обамы, сливают внутреннюю информацию демократам и прессе. Какой план придумали в Белом доме, знает мой коллега Дмитрий Анопченко. Тут что не день, то новый скандал. Пресса то секретные документы в своей статье процитирует, кто, ссылаясь на источники в Белом доме, расскажет о разговорах в команде Трампа, которые не предназначались для посторонних ушей. Чтобы бороться с этим, новая администрация разработала секретный план по борьбе с утечками. Но случилась новая утечка, и об этом в секретном плане тоже узнали журналисты. Агентство Reuters слили информацию, мол, в Белом доме даже для штатных сотрудников ограничили доступ во внутреннюю компьютерную систему. Тем из них, кто работал при прошлой администрации, они теперь не могут полазить по сети, чтобы посмотреть проекты внутренних документов. В Госдепе ввели новую практику. Чиновники встречаются с глазу на глаз и не пользуются телефонами и электронной почтой для обсуждения конфиденциальных вопросов. В Минфине якобы пошли еще дальше. Сотрудников ведомства предупредили, что их служебные телефоны будут прослушивать, чтобы найти крота. Агентство Reuters пишет, что секретность сейчас настолько серьезная, что о многих решениях, которые должны быть приняты, даже министры не знают. Ну вот простой пример. Знаменитый нашумевший антииммиграционный указ Трампа. О том, что он будет подписан, многие руководители департаментов, которые должны были быть причастны к его разработке, узнали только из новостей. Но в команде Трампа считают это меньшим злом. Привели слова самого президента. Он называет утечки преступлением. При этом оправдываются, мол, любая команда, приходя к власти, сталкивается с теми же проблемами. И что при Обаме даже отправили под суд 9 чиновников, разгласивших служебную информацию. Намекая на то, что если их план по борьбе с утечками не сработает, новые госчиновники окажутся на скамье подсудимых. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала. Интер.